Черные береты и красные погоны, белые перчатки и туго затянутые пояса. Воспитанников кадетских школ видно за версту, но военная выправка это еще не все. Что необходимо, чтобы в республике росли настоящие патриоты, обсуждали на круглом столе с участием руководителей общественных объединений и военно-патриотических организаций. Служение Родине, любовь к своему краю, защита Отечества, незыблемые постулаты кадетского движения. Большинство ребят готовятся служить в армии. Именно там испытываются на прочность многие человеческие качества. Закаляется характер. Я служил в армии, в строчной службе. Был такой предслучай. Солдаты в строчной службе на бензовозе спускались, перепад высот был около километра, где-то на середине дороги отказали тормоза, и машина покатилась. В самом конце пути дорогу переходили дети из детского сада. Солдаты, они инстинкта. Они взяли свой бензовоз, направили в это дерево, вдавились, они погибли. Детишки, ну ясный спух, там детишки все спаслись. Последние 20 лет в Чувашии наблюдается устойчивый интерес к кадетскому движению. Еще в детстве Максим увидел парад победы и мечтал научиться так маршировать. Сегодня воспитанник 14-й кадетской школы города Чебоксары получил свою первую медаль за участие в параде победы. Кадет должен обладать мужеством, героизмом и честью. После школы я пойду в армию, и после армии я буду защищать свою родину. Понятия совести, чести и долга нужны не только в армии. Кадет – это человек, который готовит себя к государственной службе на гражданском и военном поприще. Он может быть врачом и строителем, инженером, военным, учителем, но он всегда кадет. Кадет с детства и до глубокой старости. На круглом столе говорили и о работе военно-патриотических организаций. Сейчас они набирают силу. Все больше и больше мальчишек берут пример с ветеранов. Тех, кто в разные времена стоял на защите Отечества. Анастасия Алексеева, Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.